В этот раз мы собрали тренажеры различные комплексы, это для десантников, которым помогаем. Ребята очень просили. Эта история для Александра Злючева и начиналась со спорта. В свое время он был инструктором по рукопашному бою в силовых структурах. Потому и в спецподразделениях у него до сих пор много друзей. И хоть сам уже давно стал фитнес-тренером, с началом СВО понял, что в стороне оставаться не может. С начала спецоперации ко мне многие друзья обращались, которые были контрактники, добровольцы, помочь им достать, найти экипировку, тактическую медицину, средства радиосвязи. А позже Александр узнал, что в городе есть еще волонтеры, которые помогают нашим спецподразделениям. Так и появилась группа «Разведка Сибирь». Мотоциклы, шины, средства связи, коптеры и, конечно, продовольствие сейчас собирают примерно для 20 подразделений, где иногда буквально все свои. В нашей семье волонтерами являются все. И моя мама, и дети, и муж, и, соответственно, я. Потому что мой родной и младший брат сейчас находятся в бахмутской группировке войск. Поэтому вопрос, помогать или не помогать, он сам по себе отпадает. В нашем крае теперь больше 20 волонтерских движений, объединивших общей целью сотни самых разных людей. И у каждого есть своя история. Как и зачем он стал добровольцем. Своя позиция. Проект «Все свои» как раз и соберет портреты героев тыла, про работу которых, как они считают, должен знать каждый. Львиная доля того, чем обеспечиваются наши ребята на передовой, это вот как раз достигается именно за счет сплоченности между волонтерскими организациями, между нашими жителями Алтайского края, которые круглосуточно, впрямую, бесконечно оказывают помощь. Проект «Все свои» поддержан грантом президентского фонда культурных инициатив. До марта 2025 года выйдет 7 видеороликов. Увидеть их вы сможете на площадках сибирской медиагруппы, в сетевых изданиях «Толк», «Бийский рабочий», «Бийском телевидении» и телеканале «Толк», а также в социальных сетях медиагруппы и услышать ответы героев проекта на самые важные вопросы. «Если мы делать не будем, у нас просто Родины не будет». Николай Потешкин, Андрей Печоркин и Дмитрий Денисов. «День с толком». Редактор субтитров А.Семкин